Итак, начинаем занятие по шахматной комбинации и тактике. Урок 1. Введение в комбинацию. Обратимся к следующей позиции. Белая ладья с поля А1 идет на поле А8. Шах. Королю черных отступать некуда. Поэтому черные вынуждены закрыться слоном. Слон идет на поле С8. Следующим ходом белые жертвуют качество. Ладья бьет С8. Шах с двойным нападением на короля и ладью черных. Черные своим ходом забирают белую ладью. Король бьет ладью на поле С8. После этого белые играют. Конь идет на поле Е7. Шах. С новым и на этот раз решающим двойным ударом. На короля и ладью черных. Вернемся к исходной диаграмме. Шах белой ладьи на поле А8 был подготовительным ходом. После вынужденного ответа черных слон идет на С8. Белые пожертвовали качеством. Завлекая черного короля под будущий двойной удар конем. Переходим к следующей позиции. Перед вами старинная позиция, датированная 1450 годом. Ход белых. На первый взгляд белым выиграть трудно. Черные грозят ходом ладьей на поле А8 мат. Одновременно черный король напал на белую ладью С5. Белые играют. Ладья идет на поле А5, запирая линию А8. И создавая две угрозы. Ладья бьет А4. И ладья идет на поле А6 мат. Черные вынуждены играть. Ладья бьет А5, подставляя свою ладью под будущий двойной удар. Белые играют. Ладья идет на поле А6. Шах. Черный король может уйти из-под шаха только на пятую горизонталь. Допустим, своим ходом черные отступили королем на поле Е5. Белые делают еще один шах ладьей. Ладья идет на поле А5. Шах. С двойным ударом на короля и ладью черных. Черные отступают королем из-под шаха. Король идет на поле Ф6. Белые забирают беззащитную черную ладью. Ладья бьет А5, получая решающее преимущество. Переходим к следующему примеру. Эта позиция могла произойти в одной из практических партий. Ход черных. Черные обратили внимание, что король и ферзь белых находятся на одной диагонали. Одновременно черные обратили внимание на сферу действия своего активного коня. Черные делают ход. Слон идет на поле В4. Угрожая выиграть белого ферзя. Ответ белых вынужден. Ферзь бьет В4. Черные играют. Конь бьет С2. Шах. С одновременным нападением на короля и ферзя белых. Белые уходят из-под шаха королем. Король идет на поле Е2. И черные выигрывают ферзя. конь бьет В4. Возвратимся к исходной позиции. Обратим внимание, что мотивом комбинации было нахождение короля и ферзя белых на одной диагонали. жертвуя слона на поле В4 черные вынудили белых поставить ферзя под будущий двойной удар. получив ферзя за легкую фигуру черные приобрели решающее преимущество. Переходим к следующему уроку уроку. Продолжение следует...